Ребята, всем привет! Сегодня хочу сделать небольшой обзор и тест с рыбалкой моего нового покрафта Red River Solo 245. В комплект покрафта, ребята, входит вот такой вот гермомешок. Он же является сразу и насосом. У него здесь внизу есть вот такой вот клапан, чтобы качать покрафт. Кто не знает, покажу чуть-чуть попозже. Также в комплект входит ремнобор для ремонта покрафта. Если вдруг что-то случится в плавании, потом шланга, чтобы качать его. Вот такая вот надувная сидушка. И сам покрафт. Весло в комплекте не идет. Подробные характеристики на покрафт, кто хочет, будут на экране. Ребята, ставьте на паузу, почитайте, кому интересно. Сейчас будем пробовать качать. Эти покрафты делают в Украине, в городе Днепре, в том же городе, там, где и производятся лодки Барка. Берем теперь трубку. Находим наш клапан. Так вот, раз. Берем герма-рюкзак наш. Теперь просто скручиваем. И вот так вот легко качается. Есть еще один плюс у этого покрафта, то, что его можно накачать просто ртом, как обычный надувной матрас. Кто хочет сэкономить вес, можно не брать рюкзак и трубку. Он легко качается. Ну, конечно же, у кого хорошие, легкие, а не прокуренные. Накачал я, ребята, по крафт. Конечно, насосом было бы быстрее, но ради экономии веса можно немножко, конечно, дольше и помучаться. Сейчас так же самое качаем нашу сидушку. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Берем, ребята, теперь нашу подушку и просто вот сюда ее вставляем. Так вот, раз. Все, ее можно зафиксировать ремешком. Здесь есть три крепления. Это по крафту идет двухместный. Ну, я как рыбачий воссон исправляюсь один. Я второе сиденье не стал брать, потому что его надо покупать отдельно. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот так, ребята, у меня мой новый Пакрафт. Есть здесь еще крепления спереди и сзади для грузов. Вот такие. Это материал настоящий ПВХ. Производитель дает гарантию 3 года на все швы. Если вы порежете что-то сами, они вам отремонтируют только за ваши деньги. Поверьте, у меня есть чем сравнить. Была у меня когда-то надувная китайская байдарка Intex, которая через 2 сплава разлезась полностью по швам. Здесь материал качественный, точно такой, как на лодке Барка. Цвет мне такой достался, эксклюзивный практически. Кто-то заказывал 10 таких Пакрафтов. Забрали 9, один остался. И на тот момент, когда я покупал, серых полностью не было. Был только этот. Ну ничего, такой прикольный, желтый полосатик. Мне нравится. Сейчас собираю вещи в гермомешок, разлаживаю спиннинг и буду потихоньку сплавляться. По ходу сплава постараюсь ответить на ваши будущие вопросы, зачем мне нужен Пакрафт и для чего я его купил. Продолжение следует... Ну что, ребята, погнали. Отчалием. Сейчас я немножко проплыву, попробую, как оно в управлении, а потом дальше уже за островом начнем рыбачить. Места мне вполне хватает. Я полностью сижу, облокотился на спинку. Просто обалденно удобно. Весло у меня осталось. Это от моей китайской байдарки, которая разлилась, я вам говорил. Ну, такое по ощущениям, как оно чуть коротковато и чуть подлиннее. Но у меня там дома еще одно есть. Я же не стал два весла тянуть. Прикольно, хорошо так идет. Плавно. Сейчас там где-нибудь, как выйду напрямую. Чтобы не было такого сильного течения, как здесь перекат. У меня есть GPS-спидометр. Попробуем замерить скорость. Давайте попробуем тут раз перекат кинуть. Забыл сказать. Сегодня буду пробовать ловить головня на воблеры. Щучих воблеров я не брал. Брал чисто головлевые. Спиннинг ультралайт. Спиннинг улон. Спиннинг ультрал. Спиннинг. сейчас здесь будет небольшой перекатик такой попробовать замеря скорость вот ребята 4 4 3 5 3 1 3 7 но я думаю если попробовать еще веслом разогнать километров до 7 можно не знаю может там чуть ниже сейчас все попробую побросать в боками словить не хочется а а и и и и и и и иду ребята потихоньку по течению практически веслом не грибу так подравниваю сплавляюсь наслаждаясь природой красотой северского донца да и ловить вообще не хочется поначалу там попытался немножко побросать было пару поклевок мелкого головня а так ловите не хочется я еще успею половить съездить на рыбалочку сегодня хочется просто так вот отдохнуть по поводу по крафта ребята в этом году я планирую один или два сплава по северскому донцу по северскому донцу если дай бог карантин жестче не сделают даже если сделать жестче я по-любому выберусь хотя бы у меня есть там три маршрута хотя они на большие какие-то маршруты но выберусь почему по крафту не лодка у меня ребята есть лодка барка одноместная в том году я сплавлялся на ней с дроновки до лисичанска не понравилось мне мало места неудобно на лодке устаешь быстро вещей много с собой не возьмешь вообще так брал по минимуму потому что это будут дневный сплав а если сплав где-то на неделю надо больше с собой брать продуктов вещей да и она сильно тяжелая если вот по крафт в собранном виде в рюкзаке без весла весит 6200 я дома вожил поверьте мне на слово ну хорошо весло килограмм ну 8 7-8 килограмм а лодка барка сама чистая лодка 13 килограмм если туда еще приплюсовать весла сиденье пол якорь насос плюс еще туда добавить снасти тормозок вода и все тому подобное получается вообще около 20-25 килограмм с собой на горбу тягаешь а так я сегодня вот машину поставил на дроновке электрички не ходят еще и пешком пошел на закотное взял удочку весло и рюкзак с покрафтом на спине спокойно на легке практически дошел и сейчас исправляюсь что ребята есть свои плюсы в покрафте конечно надо сюда длиннее весло это весло короткое неудобно ним сильно вода затекает у меня дома есть там второе надо будет попробовать ним а так вообще хорошо что потихонечку идешь я практически здесь даже в покрафте сейчас не сижу а лежу вот так вот на спинку облокотился и вообще просто шикарно управляюсь я потихоньку проплыл я уже больше половины и практически вообще не устал на лодке уже начал бы ерзаться туда-сюда затекла уже пятая точка а здесь все хорошо комфортно что ребята буду потихонечку сплавляться рыбачить не знаю может кое-де еще побросаю но сегодня больше вот проверка но покрафта и отдых для души набраться позитива насладиться природой ведь Донецк каждый год разный зима проходит уже что-то где-то поменялось где-то упало дерево где-то наоборот дерево снесло где-то яму замулило где-то вымыло каждый год река разная и весной вообще особенно красиво сейчас лупит жара и уже не такая будет красота сейчас вот именно сочный зеленый цвет просто шикарно и не жарко самое главное ладненько буду справляться дальше если будет что интересное тогда включу покажу вот вот это скорее всего звериная тропа звери приходят сюда на водопой остановился я немножко размять ноги здесь вот такой пляжик и видно недавно кто-то здесь ночью ловил сома рожки стоят вот тут костровище думал пройти по дорожке глянуть как они сюда заезжают там дальше никакой дороги ни тропы ничего нету скорее всего сюда она приплывает на лодках и здесь потом рыбачат и назад переплывают и уходят той стороной здесь с этой стороны такой как пляж песочек а по ту сторону там вмывает там должна быть яма хорошая но место такое нормальное и головня я думаю здесь можно ловить и сома ночью вот даже смотрите шелуха какая рыбу или чистили ну что-то значит поймали ладно надо плыть дальше меня здесь осталось уже совсем немного один поворот и я практически уже на месте вот ребята и подплыл уже до дроновского пляжа мне здесь осталось совсем немножко проплыть я уже буду возле машины ну вот и все ребятки закончился мой такой небольшой сплав с тестом моего нового покрафта покрафтом я полностью доволен не нашел я ни одного минуса только одни положительные эмоции одно только надо купить другое весло чуть-чуть побольше этим грести неудобно сейчас вот спущу здесь буквально рядом метров 100-200 помою просушу и буду ехать домой там приехали люди отдыхать не хочу им мешать там бегать с камерой так что ребятки кто хочет увидеть видео сплава на моем канале ставим лайки подписываемся на канал кто еще не подписан все всем до встречи пока спасибо большое вам за просмотр